Обычно в киноигры и прочей там индустрии про привидения полтергейсов главными героями всегда были люди, которым нужно было разобраться, понять, победить, убежать там и так далее. Но в далёком 93-м вышла одна замечательная игра на Мегадрайв. Я не знаю, насколько она популярна и известна, но её отличало именно то, что в ней можно было поиграть за самого призрака, пугающего людей различными жестокими способами. Игра отличалась, кроме самой идеи от прочих бегалок и стрелялок, совершенно уникальным геймплеем, красивыми дизайнами, отличной веселящей атмосферой. И более того, она была довольно-таки кровавая, то бишь не особо для детей. Итак, на Википедии, как всегда, есть хорошая статья, поэтому можете её прочитать, а пока что давайте поиграем в преследование с полтергейстом в главной роли. Электроник Артс представляет Преследование Преследование в главной роли Полтергейст. Вот они, эти сопливые садились, и их проклятый новый дом выглядит мирно, не так ли? Что ж, у меня есть радикальный сюрприз для них. Да, это я, полтергейст. Зелёный парень слева. Я тут встретил фло с Ардини. Вот да. Она не может видеть меня. Хе-хе. Я использую эти вещи, называемые пугалками, чтобы напугать эту скотину. Вот так. Вы нажимаете А, когда светится вещь, и я проникаю внутрь. Нажимаете А снова, и я вылезаю наружу. Теперь это загружено. Понятно? Собственно, это такое небольшое обучение, которое показывает там всё, чем мы будем заниматься в этой игре. Проникать в вещи, вылезать из них, активировать их вручную и так далее. Пытаясь различными красивыми анимациями страженных зверей, чудовищ и просто необычных предметов выгонять из дома этих проклятых человеков. Хе-хе-хе. Сразу хочется отметить шикарнейшую анимацию всех вот этих вот различных приёмов. А их тут буквально в смысле сотни. Отличный дизайн дома. Ну, правда, здесь, конечно, скромненько всё выглядит, но чем дальше будем проходить, тем красивее будут дизайны. Ну и, разумеется, неповторимый геймплей, с которым мы как раз сейчас и ознакомимся. Теперь помогите мне собрать эктодроп, который выпал из этой скотины, хорошо? Ну вот и всё, обучение. Теперь эта семейка психопатов, алкашей и придурков жрёт какую-то зелёную грязь, бросается им друг в друга. Ну, в общем, такая семейная идиллия, можно сказать. Тут неожиданно люстра упала, люстра убила нашу ковицу, бежим, бежим, бежим! Да. И так начинается игра. Как я уже говорил, всё, что нам нужно здесь делать, это любыми способами выгнать из дома вот этих четвёрых сволочей. Отца, мать и их детей, которые были причастны к убийству этого несчастного парня, который теперь хочет всеми возможными средствами им отомстить. Средств, к счастью, бесчисленное количество, они постоянно перезаряжаются, поэтому без дела мы, можно сказать, не останемся. Каждая вещь красиво прорисована и кровавого в основном. Очень мило выглядит, да. К сожалению, игра может сказать на время, поскольку у нас постоянно убывает количество эктодропа, и чтобы его поддерживать, нам нужно постоянно пугать, пугать, пугать и пугать, и выгонять этих сволочей из комнаты в комнату, чтобы получить свои призы. Так, стой! Ура! Вали, вали, скотина! Так. По всей видимости, эктодропа буквально в смысле вываливаются из штанов этих людей, по-другому не скажешь. Так, чтобы тебя тут ещё отравить, уважаемый. Приметы различаются по способы использования. Приметы синие и звёздочка активируются только, когда персонаж подойдёт к ним. Приметы с жёлтой и звёздочкой активируются, когда я захочу, и проигрывают определённую анимацию. А зелёные и звёздочкой позволяют ещё и управлять каким-либо объектом. Таким образом, получают дополнительные очки эктодропа. В общем, просто красота. Так, стой! Красота! Да уж! Так. Чтобы выгнать человека из дома, нужно пройти в комнату, где есть выходная дверь, и постараться, постараться, понадеяться, если быть точнее, что он выйдет именно в неё. К сожалению, как ни крути, а использовать здесь всё и посмотреть все красивейшие анимации здесь не получится. Да. Но и того, что есть, более чем хватает. А ну, стоять! Вываливайся из дома, вываливайся из дома, скотина! Открывай дверь, придурок. Нет, почему-то не хочет, к сожалению. По-моему, это рандомно, если я не ошибаюсь. Поэтому нужно очень долго и упорно стараться, чтобы эта проклятая животина сбежала, так сказать. Давай попробуем ещё раз. Может быть, хоть сейчас удастся. Они так реалистично пугаются, я бы сказал. Красавцы. Так. Ничего, может сейчас получится. Тут, конечно, с сохранениями особо не попользуешься, поскольку уже всё очень рандомно. Но можно попробовать. Так, чем бы тебя ещё напугать? Надо выбирать что-нибудь поинтереснее. Портрет, например. Довольно сложно навестись на цель, к сожалению. Постарян сбивается этот прицел. Чёрт. Ещё раз. Хе-хе-хе-хе. Ну, давай, давай, давай. Живучий гад, а? Каким-то образом у него ещё упала степень напуганности. В общем, игра, к сожалению, немножко забагована, потому что пара таких люков в ней есть. То сам по себе падает уровень запуганности, то... Ещё какая-нибудь фигня происходит. Например, персонаж может быть напуган. Хе-хе-хе. Но при этом и стоять на месте и никуда не убегать, к сожалению. Этого никуда не деться. Приходится, если не ошибаюсь, переигрывать. Всё. Дверь открылась, и он уходит из дома. Витлс Гон. Хе-хе-хе. Первый человечешка убежал, бросив свою жену и детей. Ну, а чего ещё от них ожидать, этих полных свиней? Так, мы сразу же берёмся за вторую. Хозяйку этого поклятого дома. На кухне обычно бывает самое большое количество различных интересных предметов, поэтому... Скучать не придётся. Ой, да как страшно, подпрыгнул стульчик, это просто ужасно. Тоже мне. Столько зелёных, столько жёлтых звёздочек. Красота. Каждая степень напуганности отображает свою красивую иконку со страшными рожами. Блин, как же это классно. Даже словами не передать. Собственно, как я и говорил, геймплей здесь просто уникален. Как раз вот этим самым вот... Эм... Симулятором привидения, можно даже так назвать. Так, ну-ка, может её удастся сразу же спугнуть из дома, а? Это было бы хорошо. Всего в игре четыре дома, в кадр... В кадр, каждый из которых эта семья будет переезжать, и нам нужно каждый раз выгонять их из этого дома. Насколько они такие сволочи, что готовы бросить своих детей и... В общем, друг друга. Ну-ка. Чёрт, не хочет убегать. Ладно. Чё бы ещё такое сотворить? Чтобы выжить, приходится использовать все способы для запугивания, к сожалению. Ну, то бишь, одни и те же, поскольку... Они самые эффективные. Так. Если у нас уровень эктодопа пойдёт до нуля, мы перенесёмся в подземелье, где нужно будет его набирать заново. Но это будет чревато смертью. Потому что очень опасно там, очень опасное место. Хотя мы туда всё равно попадаем по сюжетку, как ни крути. Так. Бомбочка. Ужас. Hello. Да уж, интересно, зачем это богатые семейки такие здоровенные и красивые дома, если... Здесь такое огромное количество предметов, которые можно запугать. Вот у меня дома, например, запугать просто нечем, потому что здесь ничего нету. Так. Ну-ка, ещё раз попробуем. Рандом, конечно, разотражает, но этого никуда не деться. Отлично. Вали, вали отсюда, винида. И вот и всё. Родители сбежали, бросив своих детей на растерзание злобного привидения. Хе-хе-хе. А дети, ничего не подозревая, сидят в своих комнатках. Ну хорошо, давайте навестим их. Так, Мими. Девочка с лицом крипера на футболке. Ну правда, Майнкрафт ещё не скоро придумал, опять. По всей видимости, его отсюда истырли. Идейку-то. Ну, может быть. Так. Ой, как страшно, блин. Подумаешь, музыкальная шкодулка. Тоже мне. Да, уж так смотрю, думаю, чего здесь бояться. Классный робот, отличная игрушка. Ой. Вот это да, страшненько. Ужас. Все обитатели этого дома показаны как злобные, мерзкие и противные создания, поэтому они сразу вызывают у нас антипатию, так сказать. И мы с удовольствием их пугаем, мы их терзаем, в общем, делаем с ними различные интересные вещи. Но, кстати, кроме обычного пугания, есть ещё уникальные приёмы, которые можно использовать. В частности, это подарочек, который можно использовать, чтобы, как я понимаю, поднять настроение персонажа. Правда, непонятно, как оно работает вообще или работает для него, или нет. А ещё можно на время перевоплотиться в настоящего человека, ну, в настоящего полтергейста, и... На! И закидать проклятого человечка бомбами. На, ещё раз! Об стену, об стену, на! На! Хе-хе-хе. Так сказать, надавать уже непосредственно плохое, и получить за это дополнительные очки. Так, хорошо. Может, её тоже удастся отсюда выгнать. Ну-ка. Все у нас через одно место в доме выходят. Отлично. Прощай. Паят, девочка. Ну, 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 вали, 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 не пугай меня уже. Фух, кошмар. Пока что везёт. Удаётся всех спугнуть с первого раза практически. Так, и последний обитатель дома. Маленький зловредный пацан Тони. В эту комнату уже показывали в обучении, поэтому здесь уже практически всё знакомо. Хотя предметов явно добавилось, так смотрю. Так, что у нас тут ещё есть интересного? Хе-хе-хе. Так, ну-ка. Довольно сложно подстроиться, как я уже говорил, под управление это... Вернее, нацелиться точно на какой-то предмет, потому что обзор довольно-таки большой. Это в тысячах. Так. Интересно, они боятся грабителей? У них тут столько входов в дом, что прям поражаюсь. Даже отсюда он выход какой-то есть. Ура! Бонзай! Ещё? Хе-хе-хе-хе-хе. Ура! Полундура! На тебе, похари. Тупый. Обожаю это делать. У разработчиков юмор был просто шикарный, ничего не скажешь. Причём даже сортирный есть немножко. Но это, конечно, попозже. Кстати, у парня тоже какой-то крипер на башке. Блин, тут на башке, на футболке. Только какой-то розовый. Хе-хе-хе. Так. Ой, сколько он нагадил-то. Так, время от времени появляются эти вот сволочи. Какие-то страшенные плазмоеды, которые пытаются похитить мою честно нажитую еду. Так, ну-ка, парень уже через весь коридор убежать успел. Персонажи, если я не ошибаюсь, не передвигаются сами по уровням, только вместе со мной. Так, но всё равно нужно следить. Посмотрим телек. Ой, как страшно. Тоже мне, блин. Интерактивная ТВ. Что ж. Так. Фюр. Ужас. Так приятно слышать их крики. Актёры озвучки постарались. Так. Ещё нямка. Хорошо, пока что, можно сказать, беспроигрышно играем. Так, здесь у нас ещё один выход. Кажется, удастся с первого раза вот на титул. Сволочину, если я не ошибаюсь. Ну-ка. Парень долго соображал, что же это такое. Всё же нагадался испугаться. Ну вот и всё. Первый дом пройден. Мы победили эту проклятую семейку. Да, возвращайтесь вы, черви. Я просто развлекаюсь. А, бегите отсюда, так ли. Я прямо за вами. Полагаю, я отлично их запугал, да? Это было шикарно. Они заслужили это. После того, что они сделали... Подожди, откуда это они пошли? Ага, посмотрите, когда это... Эти слизняки нашли очередной классный дом. Хорошо, давайте развлечёмся с ними. Ещё разок. И наберу побольше экта. Упрямый сволочи, ничего не скажешь. Итак, мы, чтобы переместиться из одного дома в другой, вынуждены пройти через огромное подземелье, где нужно собрать необходимую нам слизь. Блин, пустил буковку. Извиняюсь. Красные буковки это как раз те самые бонусы, которые можно будет использовать на уровнях. К сожалению, здесь мы очень даже реальны, можно сказать, и нас пытаются убить различными способами. И нужно быть очень аккуратным, потому что здоровье здесь может у нас закончиться, когда мы умрём по-настоящему и полностью. Это будет довольно-таки печально. По-моему, месяц того не стоит, блин, чтобы рисковать своей несчастной душой. Так. Эктодроп нам нужен для того, чтобы в начале уровня появиться с максимально болной шкалой. Так, поэтому нельзя опускать ни одной капли. Хотя выжить, конечно же, это важнее здесь. Поэтому можно, если что, забить на этот эктодроп. Нам предстоит перемещаться так каждый раз из уровня в уровень. Так, я, конечно, уже все бонусы собрал. Классно. Нужно их не забывать использовать. Так. Чёрт. Вот и всё. Итак, мы во втором красивом доме. Дома здесь, к счастью, отличаются друг от друга. Как, опять же, красивым дизайном, так и, собственно, построением и формой, если не ошибаюсь. Хотя я всё равно не понимаю, на кой фиг делать в доме столько выходов. Ужас. Так. Что интересно, этих людей ничему, ничего не учат. Они продолжают. Фу. Чё-то такое сейчас было, а? А, наверное, мозги. А то я уж был испугался. Ой. Жесть. Со второго уровня, кроме самих этих прибылков, появляется их маленькая ручная собачка. Это очень опасный, проклятый зверь, который своим гавканем отнимает у нас эктодропы. Ещё мы в конце игры узнаем, что же это на самом деле за тварь, потому что собачка необычная. Ну, судя только потому, что она нас чувствует, уже понятно, что она необычная. Так. Так. Зачастую на одинаково прибетры здесь разные эффекты наложены, поэтому есть смысл проверять всё, что можно. Да. Красота. Так, я уже сказал, к сожалению, всё посмотреть не удастся. Тоже только если, короче-то, так сказать, стараться. Так, ещё. Хорошо. Так, как я уже говорил, их ничему это не учится. Они продолжают покупать огромные и красивые дома и... Ну, в общем, дебила, что ещё можно их сказать. Они даже ту же, одну и ту же одежду каждый раз носят. Хотя, судя по тому, как я их пугаю, они вот давно должны были её обгадить. Ладно. Ой, блин, фу. Кошмар. Хуже всего то, когда они бегают из одной комнаты в другую постоянно. То бишь туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Это можно делать до бесконечности, честное слово. Я уже начал записывать летсплей сегодня, но... Там была такая фигня, что пришлось 10 минут гонять... Гонять главу семьи из одной комнаты в другую. Поэтому пришлось перезаписывать заново. Ещё это проклятая собака. Кроме того, что... Эм... Чё это сказать? Кроме того, что отнимает мою эктоплазму, она ещё и успокаивает их. То бишь, нужно дольше стараться. Да блин же, ты скотина, хватит тут ходить. Тварь. На самом-то деле, я могу от неё избавиться, потому что у меня есть бонусы. Которые это позволяют сделать. Куда пошла? Вот капец, а. Ладно. Надеюсь, это не значит, что мне придётся сейчас её тоже гонять туда-сюда, туда-сюда. На всякий случай сохранюсь и... Запомню это дело. Чтобы потом лет, если что, из видео вырезать. Так. Ещё раз. Они даже на одни и те же труки попадаются, эти придурки. Да что в тебя, что ж ты опять-то сюда бежишь, а? Скотина. Меня ты уже достал, если честно. Да. Ой. Началось. Ну, к сожалению, да, игра этим не идеально. Грешит вот такими вот вещами. Эм. Не знаю, может, это от вещей зависит, которые я использую. Надо попробовать что-нибудь разное использовать. Эээ. Нифига себе, она ушла, как хитро. Ладненько. Ещё одна ёшня комната. Комнаты каждый раз тоже красивые. Да какого хрена она переходит с комнаты в комнату? Что за фигня? Это тоже баг, что ли, какой-то? Эээ. Да. Фу. Кошмар. В ваннах, наверное, самые уникальные вещи попадаются каждый раз. Любодорго смотреть. Ну да, это, похоже, затянется надолго. Сложность-то на уровнях, вроде как, не повышается. То бишь, они пугаются всё так же одинаково. Но вот, опять же, да. Как я уже сказал, вот эти вот глюки, они раздражают. Ничего не скажешь. Ой, блин, это же старый человек, чего его бояться-то. Тоже мне. Тоже мне. Чёрт, ещё эта проклятая шавка здесь лазает, меня бесит. Ээээ, ладно. Опять пугаем в этом же месте. Ну-ка, случайно там не соседствуй с другим? Так, в коридор выйти не может. Кстати, да, два персонажа никогда не встречаются в одной комнате, что интересно. Видимо, они друг друга очень даже не любят. Тоже мне семейка. Ужас. Давай, беги вниз, беги вниз. Ну, наконец-то, блин. То я уже думал, что это бесконечности будет продолжаться. Так, всё, здесь у нас есть выход, поэтому надо постараться. Постараться вынуть эту тварь отсюда. Нафиг. Так. Тоже мне как страшно. Отлично, отлично, отлично. Давай, вали отсюда, вали отсюда, тварь. Исчезни из моей жизни. Исчезни ещё раз. Так. Фух, ну наконец-то, начало положено, мы выгнали Мими. Но у нас ещё много народу осталось, поэтому расслабляться рано. Так, вот у нас ещё один тут чересчур спокойный пацанчик, а? Эй, куда ты пошёл? Блин, вот это вот тоже раздражает. Они берут и идут внезапно. Ну, не знаю, может это, конечно, и предусмотрено само по себе. Но выглядит, честно говоря, как глюк какой-то. Ладно, запугаем ещё раз. Да, блин, он просто игнорирует меня вообще, вон. Ни на что не ведётся, просто уходит и уходит, и всё. Ой, кошмар какой-то. Ну давай уже среагируй на что-нибудь, скотина. Придётся так попробовать. Ну, наконец-то, блин. Пацан родил, блин, ё-моё. Хе-хе-хе. Началось веселье. Так. Может быть, идём с первого раза, задряснится с дома, а? Да, размечтался. Так, стоп-стоп-стоп, у меня кончается энергия. Нужно что-то делать. У меня, кроме обычной, кроме... Так, что буду сказать. Короче говоря, у меня есть аптечка, которую я могу подобрать, опять же, на уровне. Ой, извиняюсь, нажал не эту кнопку. Вот так вот полностью восполняем свой уровень эктодропа. Можно один раз за уровень это сделать, потом нужно собирать заново этот бонус. Так, парень, ты у нас здесь, да? Хорошо. Уникальная комната, это хорошо. Хе-хе-хе. Нужно, наконец-то, почаще использовать эти все презенты на них. Могут пригодиться. Так. Че, он еще живой, что ли? Он же скотина, а? Уровень испуганности низкий. С чего это вдруг? Странно, как это происходит, я бы сказал. Ладно, переживем. Башка взорвалась, красота. Анимация на высоте, ничего не скажешь. Хе-хе. Правда, камеры, к сожалению, управлять нельзя, поэтому иногда все труды остаются где-то за кадром, пока мы сидим в предмете. Еще эта тварь проклятая гавка, это опять. Ах, черт. Так, ладно, восполнили. Будем пользоваться, пожалуй, самыми быстрыми предметами. Чтобы уже не ожидать, когда он заметит меня. Так. Ура! Звук уйти сейчас старик был. Опять эта тварь. Уже скотина, а? Кстати, да, совсем забыл отметить, что я могу, кроме того, еще и драться с ними, раскручиваясь вот так вот, ударяя ногой. Забавный трюк. Так, хотя бы, конечно, хотелось бы использовать его пореже. Опять вот здесь, задолбал-то уже меня. Ой. Да, единственное, чем мне эта игра расстраивает, вот это с самой фигней с тем, что они постоянно ходят из одной комнаты в другую. Лучше бы было так, что пришел в одну комнату и больше в нее никогда не возвращается. Так было бы интереснее, честно говоря. А то и, в самом деле, приходится использовать одни и те же трюки, одни и те же запугивания. Но. Черт, опять-то шавка. Эти запасовок тропы у меня больше нету. Кстати, да, шавку тоже можно отвлечь, если использовать бонус в миску корма. Но я этим не им обычно никогда не пользуюсь, потому что толку-то от этого немного. Она все равно довольно быстро возвращается. Так. Немножко восполнил. Так, он, конечно, задолбал-то из одного и того же помещения ходить. А ну иди сюда. Так. Может он тебе пойдет туда? Вниз? Ну-ка, что это еще уникального? Ура! Вечный огонь! Подпалило задницу пацану. Ура! 10 страйк! Что у нас еще есть? Вот это. Вот, блин. Ну хорошо, хотя бы ушел наконец-то новое место. Отлично. Попытаемся выгнать его из дома. Ужас. Да, блин, что ж ты, тварь, гавкаешь-то? Да. Придется, наверное, перезагрузиться. Пробовать все-таки использовать миску с собачьим кормом, потому что она мне слишком много выжрала. Так. Дог офф. Оффнись, тварь. Все, наконец-то. Жрет скотина такая. Чтоб она подавилась. Так, выбегай из дома, пацан. Отлично. Пол семейки выгнана. Только в этот раз начинаем ведь детей, а не с родителей. Хорошо. Надо поскорее валить, пока собака не очнулась. Так, а у нас остались родители тут. Распрятались по маленьким комнаткам в углах. Хорошо, сейчас достанем. Я, конечно, не уверен, что я за две серии управлюсь. Но, может быть. Ну-ка. Если серии будут минут по 40, можно попробовать. Зачем этой струхи такая красивая комната, блин? Какая-то для модели, можно сказать. Так. Хе-хе-хе. Так, что у нас еще есть? Черт, опять эта тварь. Как же меня достало? Ужас. Так. Шо, немка. Надо стараться загонять их в комнаты с выходами. Хотя, честно говоря, так они поймут. Зависит от меня или нет. Лимит, кажется. Тут дофига. Нужно жестко мы почаще использовать. Так. Бойся, 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 страхолюдина. Хотя все равно ее рожи пугают страшнее, чем все мои приколы. Еще, опять-таки, ты шапка, тоже на меня бесит, а. А, черт. Ну вот, допугал ее так, что она пошла теперь в другую сторону. Молодец. Сам себе все испортил. Ладно. Ну-ка, иди сюда, тварь. На. Об стену. Хорошо, может, и удастся сейчас выгнать. Ну-ка. Давай, давай, истеричка. Фу, блин, ужас. Красота. Ура. Мочи, мочи террористов. А вот нефиг было убивать несчастного парня. А это сейчас игра, только не пойму, как они могли это сделать. Ну да какая разница. Все. Флосс бежала. Остался только глава семейства. Так, где она прячется? В дальней комнате. Они, если я не ошибаюсь, гигеррируются как-то рандомно. Или нет, или только частично. В общем, не знаю. Но, короче говоря, сядут они не в своих комнатах обычно, а где угодно. Так, ладно. Попугаем товарища в ванной. Не ожидал? Он даже не трагировал никак. О, наконец-то. Пошла реакция. Пошел, так сказать. Процесс. Хе-хе-хе. Так. Ай, чёрт. Только зря потратил бонус. Вот я дурак. Ладно. Скотина. Чё, жрёшь мой обед? Тварь, 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 тварь. Тварь. Иди сюда. Иди сюда, скотина. Размолол. Жалко, только экстродроп за неё не дают. Чёрт, ещё вы тут понаехали. Так, где он, мужик? Ой, блин, кошмар. Так. Беги, беги, низшее существо. Ничтожное. Так, хорошо. К сожалению, этот троп у меня подходит к концу. Поэтому, если я прямо сейчас его не выгоню, прямо вот в эту секунду, можно сказать. Можно считать, что миссия провалит. Давай, 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 беги. Беги, беги, беги с дома. Есть. Давай, давай, последняя секунда. Нет, нет. Ой, я победил. Фух. Да, посмотрите на этих крыс убегающих. Эти напуганые... напуганная седьмейка. Не уходите слишком далеко. Вы... сосунки. Думаю, мы отлично поразвлекались с ними, да? Да, я просто... фамильный призрак этой семьи. Ни одного шанса. Давайте еще раз обновляем. Эй, свежее мясо прибыло. Вы... Ваша... Ваш поклятый комфорт... Вообще ничего не понял. Сейчас я с вами разберусь. И дополню... Полный баг как-то. Так... Блин, извиняюсь, я немножко путаюсь, что-нибудь там хорошо он там говорит. Так, ну ладно, к счастью, я успел. Поэтому сейчас... Снова успешно набираем бонусы и прочие интересные вещи. Так, хорошо. На этом, пожалуй, закончим. Постараюсь уложиться в две серии. Не уверен, конечно, что это получится, но надеюсь. Так, ладно. Блин, что это вообще за место такое странное? И почему здесь полтергейстов убивают? Жестоко терзает он меня различными способами. Так, хорошо. Все бонусы взяты. В общем-то, половину игры мы уже, по сути, прошли. Остались два дома, но теперь они отличаются от двух предыдущих. Они будут гораздо красивее, больше, шире, с большим количеством бонусов. И все же посложнее, можно сказать. Потому что комнат там, естественно, тоже больше. А выходов примерно столько же. Да что ж вы все меня бьете-то, а? Что я всем им сделал, блин? Всем сделал им. Кошмар. Иначе какая-то семейка сотрудничает с дьяволом, который натравливает на меня все вот эти вот черепа, руки и прочую фигню. Ужас. Ну ладно. Так. Ой-ой-ой. Ай. Хорошо. Так, ну что ж, продолжим, пожалуй, в следующей серии. Надеюсь, за две серии управлюсь. А если нет, то и ладно. Самое интересное еще, можно сказать, впереди. Несмотря на то, что, конечно, все идет очень уныло. Но да ладно, игра все равно замечательная. Так. Продолжим в следующей серии.